ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК Сайт пранк.ру в очередной раз порадовал веселыми пранками с армянскими предпринимателями общепита. Новый выпуск газеты Бунбун Мару в нем интервью с Рэнки Лоу, в котором он рассказывает о своих успехах и угарантированно вызовет батхеров, сочинеров и культурчайнеров. Тема номера, имиджбатные выборы. Изберкам сообщает, в веб-конкурсе итоги года по версии Альфа Чана появятся две номинации. Лучший и худший представитель администрации Альфа Чана туда будут включены как мадеры, так и админы, как действующие, так и отставные. К главному событию вчера в разделе бред Альфа Чана был заберен трет с предложением подвести итоги уходящего года. Путем честного голосования Анона с большим энтузиазмом встретили это предложение. В треть развернулся эпичный дискос на тему номинации номинантов. Анонам было предложено выбирать в следующих номинациях. Вин года, фейл года, портсун года, приз симпатий. Принять участие в голосовании можно было на соответствующих ресурсах, снабженных защитой от накруток голосов, а в разделе бред Альфа Чана был заберен соответствующий трет с указанием ссылок на избирательной участке. Процедура голосования продлилась 7 дней и периодически публиковались предварительные итоги. И сегодня в наш номер просучилась информация о номинатах на рубрике портсун года. Первый Микола Абрамс, поклонник западной демократии, абсолютно ничего не понимает в политике, что, впрочем, не мешает ему быть самым активным участником политзрачей. Подпольный сионист. Микола Абрамс один из главнейших участников специфильмеды в дисциплине. Кэптофис-срач также засветился в других срачах в степень упородности, крайняя. Второй Никодим, труппытлачер, воин джихада, радикал-консерватор-постопачий. Воюет против анимешников, пони-мини-мини-гульдиотистов, вайперов. Его вклад в бордосферу, как борца за чистоту, раздела бред, весьма ощутимый, но в рамках этого выпуска кратко перечислил следующие его заслуги, на ранних стадиях жизни предотвратил захват бордым бакушкам его прихвостнями. Реакция была негативная, но, как известно, лекарство горькое, но его необходимо принять. Не тактика и жесткий мир Никодима дали свой результат. Бакуши-косъебались на свои яйца на своих шканаре. Постоянная функция – сторожит Эксач, и в случае чересчур бурного бастинга Дью Диан начинает поливать ее трехэтажным русским матом. Для удобства такого толстого изгнания даже забилин рандом Джей Диэфоу. В общем, он боролся то с анимешниками, то с анонимами, то с нимфогами, то пытался поработить Альфачин, то якобы его спасти степень упородости, крайняя. Третий – инсектофан нажил обширную биографию. Бурно проведя молото строкуя на Альфачане. Все его интриги мы пересказывать не будем. Будучи школьником, перетянул на Альфачин всех и между лохом друзей со своего класса. Известен как тролльфилософ, креативщик и подплэбер. Цитата мой, ник не минсектофан. «Я держу твой рот, лучше убегай жить в сквотвы вашей секте. Новый год». Конец цитаты. Сам себя именовал высшим раком, то срался с Миколой и Абрамсом, то поддерживал он и Вауса. Страдает раздвоением личности, стравливал Альфачин с другими бордами, именуя это почему-то пиаром степень упородости. «Высокая». Четвертый. Поковник изначально пришел с Теретирича, обосновался на Альфачане. Известен постачиновскому конфликту. Один из участников провокации Альфачина Теретиричевского конфликта вместе с инсектофаном предпринял попытку захвата Альфачана степень упородости. «Высокая». Пятый. Гинтофаг, один из модераторов Альфачана, участием в номинации заслужил упоротым борцунством со своим фитером, используя для этого свое служебное положение, причем его действия многие анонны рассматривали, как злоупотребление полномочиями гинтофаг так улегся борцунством, что заслужило испытательный срок от админа Альфачана. В разговоре все время использовал псевдофилософские изречения, чем часто вызывал Батхёртурачья. Часто менял аватарки. Затрачивал взял. На Альфачане также известен как Каельта степень упородости «высокая». На этом пока все, следите за развитием событий с нами. Кроме того, не пропустите новые выпуски журнала «Правдорубы». Субтитры создавал DimaTorzok